С июня 1941 года по ноябрь 1944 года Греция находилась под тройной оккупацией Германии, Италии и Болгарией, но греческий дух не был сломлен. В апреле 1941 года в первые дни продвижения немецких фашистских войск вглубь страны началось великое противостояние греческого народа власти оккупантов, получившее название «национальное сопротивление». Греческое сопротивление зарождалось в тяжелейших условиях. Историки считают, что оно было одним из самых значительных в году Второй мировой войны. Символом начала сопротивления стал героический поступок двух афинских юношей Манолиса Глезоса и апостола Сантоса. Они незаметно для немецкого караула взобрались на Акрополь и в ночь с 30 на 31 мая 1941 года сняли с него флаг нацистской Германией. Это событие подняло дух антифашистам всего мира. Греческое правительство, командование греческой армии и профессиональные военные покинули территорию Греции после поражения на Крите. Они продолжили боевые действия против нацистов в составе британских войск на Ближнем Востоке и Северной Африке. Организация партизанского движения на территории оккупированной Греции извне была затруднена. Этим вопросом на первом этапе занялись патриоты от разных партий и общественных организаций, находившиеся на территории страны. В первые месяцы войны в тылу врага действовали разрозненные группы партизан, но вскоре сопротивление приобрело организованный характер. Организации, создавшие повстанческие подразделения, к 42-му года стали серьезной угрозой для армии Третьего Рейха на Балканах. К середине 43-го года им удалось нанести серьезный урон захватчикам. В горах Греции были освобождены значительные территории, получившие название «Свободная Греция». Очень важным достижением греческих общественных организаций в оккупированной Греции стали пункты питания для простого народа, доведенного оккупационной властью до голода. В мае 41-го года в Салониках была создана первая организация сопротивления в Европе под названием «Элифтерия. Свобода». Ее учреждение стало возможным благодаря нестетивиком партии Греции, Греческой Социалистической партии, Крестьянской партии и Демократического союза. Организация «Элифтерия» создала три боевых партизанских отряда. Одним из основных организаторов «Элифтерии» был Янис Пасолидис, понтийский грек и уроженец легендарной санта на территории Понта. Он получил медицинское образование в Одессе и Москве. Местом его постоянного проживания был город Сухуми. После Февральской революции он был избран членом Российской думы от Грузии. Иоаннис Пасолидис после победы большевиков в гражданской войне переселился в Грецию и уже в 1923 году был избран депутатом парламента Греции от города Салоники. Он же стал учредителем Социалистической партии Греции. Понадобилось не так много времени, чтобы по всей Греции начало полыхать пламя партизанского движения. В сентябре 1941 года была образована организация EDES – Народная Республиканская Греческая Лига, действовавшая под руководством генерала Николаса Ластироса и полковника Наполеона Зерваса. Непосредственное командование на месте осуществлял Камнинос Перамагло. 22 сентября 1941 года члены организации Всегреческий Союз, сражающиеся молодежи, подорвали здание, в котором размещалась местная организация, поддерживающая нацистов. 27 сентября 1941 года был учрежден Национальный освободительный фронт Греции – ЭАМ. В его образовании приняла участие Компартия Греции, Социалистическая партия Греции, Союз Народной Демократии, Крестьянская партия Греции. Окупация Греции продолжалась 3,5 года. Понадобились новые СИДы для партизанской деятельности. В январе 1942 года по инициативе организации ЭАМ была образована Народно-освободительная армия Греции ЭЛОС. Формирование первых партизанских отрядов организации ЭЛОС было поручено Танасису Тларусу, Компартии Греции, который вошел в историю под псевдонимом Арис Велохиотис. В октябре 1942 года была сформирована организация «Национальное и социальное освобождение» ЭКК. 23 февраля 1943 года единая всегреческая организация молодежи ЭПОН. Во всей Греции действовали многочисленные патриотические организации и партизанские группы. В Афинах и Салониках велась подпольная работа. 28 февраля 1943 года похороны известного греческого поэта Кастиса Поламаса. Переросли во всенародный митинг против оккупантов. 5 марта 1943 года в Афинах была организована забастовка государственных служащих. Были уничтожены архивы Министерства Труда и сорвана насильственная отправка греческих рабочих в Германию. Партизаны освободительной армии ЭЛОС под командованием Велохиотиса вступили в свой первый победоносный бой с частями итальянской армии 9 сентября 1942 года в области Факина. Столкновения, наносившие значительный урон захватчикам в данной области, продолжались вплоть до декабря. Горные регионы Северной Греции были освобождены от врага уже в 1943 году. Во многих селениях была установлена власть Организация национально-освободительный фронт Греции. Новая форма самоуправления стала все больше входить в жизнь греческих христиан, защищенных партизанскими отрядами. Параллельно с образованием армии ЭЛОС 28 июля 1942 года полковник Наполеон Зервас объявил о формировании народных групп греческих повстанцев как боевой части Народной республиканской греческой религии. Первые партизанские группы этого нового формирования действовали в области этого карнонея. Третьим большим военным партизанским формированием стали отряды Организации национальное и социальное освобождение. Ее бойцы под командованием греческого офицера Димитриуса Псароса действовали в регионе под названием Геона. В сентябре 1942 года британское командование высадило в Греции своих представителей под командованием полковника Майерса. Военным специалистам Британии удалось скоординировать действия греческих партизан и провести крупные операции против немецко-фашистских захватчиков. Результатом объединенных действий стал подрыв моста через реку Гагапотомос 25 ноября 1942 года. В операции приняли участие 120 партизан от армии Эллас, 65 от народных групп греческих постанцев и 12 бойцов английского спецназа. Руководство операцией осуществляли Арис Виллахиотис и Наполеон Зервас. В результате подрыва германские воинские части в Африке остались без обеспечения и подкреплений, перекидываемых туда через Грецию. Удачная совместная операция подняла дух партизанам усилила авторитет греческого сопротивления перед командованием союзных войск. Партизанское движение было развернуто по всей Греции от границы с Албанией до острова Крит. В историю национального сопротивления вписывались все новые победы. Так, 2 июня 1943 года бойцы армии Эллас провели операцию по подрыву железнодорожного тоннеля в местности Курнова, область в Теотиде. В результате взрыва погибли 580 итальянских военных, находившихся в Коезде. В отместку партизанам итальянцы провели массовые расстрелы, но не смогли сломить патриотизм греческих повстанцев. Партизанское движение в Греции внесло свой вклад в подрыв духа фашистской Италии. В сентябре 1943 года итальянские войска сдались союзникам и начали действия против Германии. Греческим партизанам удалось завладеть вооружением и боеприпасами, оставленными итальянцами при уходе из Греции. Итальянская дивизия Пинерло, находившаяся в центральной Греции, сдалась Народно-освободительной армией Греции. Война в Греции продолжалась до ноября 1944 года. В сентябре греческие партизаны сумели установить свой контроль в болгарской зоне оккупации. 3 октября немецкое командование отдало приказ об отступлении с юга Балкана. 12 октября немецкие войска оставили город Афины. В 9 часов 15 минут утра немцы спустили свой флаг со священной скалы Афинского Акрополя. В этот день жители столицы Греции стали свидетелями возложения венков в могиле неизвестного солдата на площади Конституции, командующим отступавшими германскими воинскими частями и назначенным оккупантами мэром Афин. Как только немцы вышли за пределы площади, сотни тысяч афинян, растоптав нацистские венки, начали празднование своего освобождения. 12 октября отмечается в Греции как официальная дата завершения оккупации. 3 ноября от нацистов и их пособников была освобождена вся Греция. Большую часть страны освободили греческие повстанческие организации партизаны, но окончательно праздновать победу стало возможно в мае 45-го года, когда гитлеровская Германия была окончательно разгромлена войсками СССР из союзных стран Запада. После полной капитуляции Германии из Греции были выведены оставшиеся там немецкие гарнизоны. Греки не смогли насладиться своим освобождением сразу. В стране началась гражданская война, и только по ее окончанию в 49-м году был принят первый закон о признании национального сопротивления, который был дополнен поправками в 52-м году и в 82-м. Вначале не признавались освободительные организации, которые отказались сложить оружие после победы над немецко-фашистскими оккупантами и приняли участие в гражданской войне против греческого правительства. Согласно новому закону, в 82-м году все организации, внесшие вклад в дело победы в 41-44-е годы, были признаны греческим государством. Единым днем празднования Дня национального сопротивления была признана дата битвы на реке Гаргопотамус, когда объединенными силами партизан был подорван мост, связывающий Германию с ее Южным фронтом. Греческий народ помнит о жертвах, принесенных во имя победы над нацизмом и фашизмом. С каждым годом все больше проспектов и улиц носят имя национального сопротивления. Возводятся новые мемориалы и памятники в честь его героических участников. Во время военных парадов, проводимых в Афинах и других городах Греции, в день греческого охи-фашизму 28 октября 1940 года ветераны национального сопротивления возглавляют колонны военных и боевой техники со знаменем Греции в руках.